МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это, кстати, вот все практически, что здесь на столе, 95% овощей и растений, это вот принесла Надежда Ярославна на эфир. Я так понимаю, что вы с позиции дачников можете сказать, что сезон удался. Или я не прав? Правильно. В этом году очень было тепло и солнечно. А в конце лета уже наступило, ливни пошли, дожди пошли, и они, значит, начали расти. Вначале тепло очень было, а потом дождливо, и, значит, это все совместилось. И выросла у меня, например, вот такая тыква большущая. Это единственный экземпляр или есть еще гигант? Есть еще круглые тыквы. Посмотрите, какая большущая тыква. Ну, это самая большая тыква. Ну, если так сказать, что я его выращиваю очень рано, начинаю, семенами всходит. Но в этом году почему-то у меня не зашла первый раз. Потом, значит, второй раз посеяла. Если бы первый раз зашла, она бы, может быть, и успела такой до 15 килограмм, как было в прошлом году, вот такая вот большущая. Никуда не влезала ни в какую сумку, ни в какой мешок. Но это тоже хорошо. Потом, значит, вот такой вот кабачок, например, да? Вот красивые кабачки. Вот такие вот эти патиссоны. Я маленький взяла. Это, я так понимаю, что представители не самых крупных размеров, которые у вас есть. Да, это представители, да. Кабачок такой тоже есть. Но дело в том, что я его тащила, вот эту токуну, она же тяжелая, 8,5 килограмм и еле-еле. А если бы я такие вот эти самые положила... Тут бы весь стол был просто завален. Завален-то, ладно, но тяжело нести. Вот картошка, вот репа. У нас, например, репа растет, да? Как определили в этом году, репа выросла вот такой вот величины, посмотрите. То есть это считается хорошим, да? И красивая такая репа, да? Крупная репа. Александр Владимирович. Крупная репа. Да, гораздо меньше обычно бывает. Но все же зависит от сорта всегда. Но этот сорт называется луна. Достаточно крупно похожий. Вот я смотрю, у вас картофель такой получился красивый. Картофель такой, да. Розовенький такой вот, прямо симпатичный. Но я хотела задать вопрос, я выбрала вот эти картофели, так как у нас присутствует специалист по картофелям. Это потом, наверное, я задам, а не сейчас. Давайте постепенно перейдем, в том числе и к картофелю. Но сначала тоже вот хотелось бы с точки зрения профессионала, чтобы услышать тебя. Каким было это лето, ты считаешь, действительно ли для наших сельхозпроизводителей, для наших садоводов-любителей в плане вот урожайности, помощи в том, чтобы урожай получился таким вот хорошим? В этом году действительно было очень теплое, хорошее лето. Несмотря на то, что зимой было очень много снега, воды весной не было. Мы понимаем, что снег таял, и вся верховая вода, она ушла просто сверху, и в земле не задержалась. У тех, у кого были сухие почвы, конечно, с урожаем достаточно проблематично. И картофель не уродился, и поливать часто приходилось. Это есть проблема, она остается и будет еще, пока люди не будут вносить органические удобрения для того, чтобы восстановить плодородие почвы. Что касается суглинков, там, конечно, урожайность достаточно большая. Вот как уже было отмечено выше, что многие семена в этом году, как и в прошлом, не всходили, поскольку мы понимаем, что есть в России семена мало производится. В основном это заграничные семена, и очень много компаний старые семена фасовали и продавали. Да, компании известный список, его можно посмотреть на сайте Росфельхознадзора. Далее, что касается урожаев. Урожаи, в принципе, очень большие в этом году. Но хочу отметить первое, что очень большое количество вредителей. В этом году даже персиковая тля была обнаружена. Это впервые для республики? Да, это впервые для республики Коми. В этом году поразилась впервые красная черемуха, то есть виргинская, которая никогда в жизни не поражалась никакими инфекциями. В этом году очень много бактериальных гнилей. Также из-за солнечной активности яблоки в этом году не пахнут. Они просто сверху покрылись достаточно большим количеством воска, естественного природного воска. Яблоко само по себе не пахнет. Когда оно полежит, немножко дозарится, тогда оно начинает пахнуть. А так нет, без запаха. Например, что касается культуры картофеля или, допустим, морковной мухи, морковки, лука, в этом году опять же луковая морковная муха, это уже бич второго года нашего, практически уничтожили урожай, нарекания где-то процентов 30 населения. Надежда Александровна, у вас была проблема с луковой? Морковной мухой у нас нету проблем, потому что мы стараемся... Это зависит от участка, я так понимаю, все-таки. И участки от того, что золой все время обрабатываем, да, у нас все время на участке горит костер, и с костра мы все время снимаем вот эту золу. И я стараюсь все кругом брызгать. И сухое, и раствором сделать, брызгать. И поэтому у нас мухи как таковой нету. Это очень хорошо, потому что я тоже слышу, что у людей не выросло... Но вот у соседей были проблемы какие-то? А у меня нету соседей. Я в лесу, и у меня вообще никого нету. Вот где нужна дача, кажется. Вот где как раз таки и зарыто. То, что как раз нет в округе соседей, и здесь инфекционная активность достаточно маленькая, низкая. Если мы говорим о больших дачных обществах, которые находятся, ну, Максаковка или другие, Дырнос, да, например, где одни участки обрабатываются, другие не обрабатываются. У одних участков идет накопление инфекции, у других, наоборот, ее уничтожаются. Поэтому, например, даже когда берем, говорим о том же золе, припудривание золой, да, это эффективный способ, но только тогда, когда летит муха. Самой земле она абсолютно бесполезна как таковая. Тут уже придется работать с средствами защиты растений, естественно. Сегодня надо понимать, что без средств защиты растений большинство культур уже не работает. Потом есть наши бабушки еще пользовались такими таблеточками, разводимыми в воде для опрыскивания культур. Ну, 15 лет пользоваться одним тем же препаратом категорически запрещено, появляется резистентность. Резистентность – это привыкание организма. Организм – насекомая инфекция, да, то есть оно уже будет поражать и другие культуры, и дальше, и больше, и размножаться более активно. Соответственно, здесь надо подходить всегда в комплексе, вот для любого дачника. Например, в этом году, опять же, если возвращаться к другим культурам, по картофелю, например, в этом году очень активные бактериозы. С чем это связано? Первое. У нас достаточно было сухое лето, образование корок на многих типах почв, то есть люди не разрушали, картофель внутри задыхался. Белые чечевички появлялись. Мы сейчас не обнаружим их, хотя нет, мы можем их увидеть, но это издалека будет не видно. Вот такие вот маленькие-маленькие беленькие-беленькие пятнышки, точечки по всему клубню – это чечевички. И когда вы их выкапываете, они есть на всех культурах. А посмотрите, я тоже белые не вижу. Вот они, чечевички, вот это все чечевички. Это поры, через которые дышит картофель. Если, когда их выкапывают, они с белым пушком, картофель задохнулся однозначно. Он будет в период зимнего хранения гнить. Помимо этого, у нас очень сильно любит население вносить в почву куриный помет, и при том свежий. Есть опасность? Конечно, колоссальная опасность. Во-первых, нужно вносить не более 200 килограммов на гектар. А мы вносим две телеги на 5 соток. Ну, есть понимание. Чтобы уж картошка подперла, чтобы. Так она и прет, она вот такая, но когда в зимний период вы ее храните, она начинает гнить. Или мякоть чернеет, или же дуплистость появляется. Или же, когда, например, ее варить начинаете, она как клейстер, не разваривается, не кошмарится. Значит, переборщили с куриным пометом. Именно с куриным? Не только. Кровяком переборщить невозможно. Там 12% азота всего лишь, а в курином помете до 60-70% азота. И мы начинаем, когда вносить чистый азот, мы понимаем, что все прет, но эффективность от этого достаточно маленькая. Или мы получаем ботву 4-х метровую, а клубней нет. А вот азот, кстати, он влияет потом на накопление нитратов? Что такое нитраты? Прошу прощения. Это тот же самый азот. Проще поесть удобрения. Вы, Надежда Ярославовна, как удобряете свой участок? Я уже сказала, что золой пользуюсь. А когда картошу сажаю, я золой беру горсточку, потом шелуху, потом яичную скорлупу. И вот это у меня получается удобрение. Больше у меня никаких удобрений нет. Ну, то есть в каждую лунку, да, вы кладете горсточку? В каждую лунку, вот так, да. Золой, знакомая технология, да. Также сажали, кстати, в этом году. Раньше, да, действительно, очень многие технологии, они были достаточно хороши. Плодородие почвы, особенно на свежем разработанном участке. Плодородие почвы достаточно высоко. Урожайность первый год, конечно, никакая. А вот в следующие годы она возрастает, когда облагораживается верхний культурный слой. Ну, представьте, 10 лет копилось это под древесным покровом, под лесом, грубо говоря. Накапливаются элементы питания в виде неразложившихся остатков. Потом приходит человек, разрабатывает, начинает культивацию. Происходит постепенное размягчение вот этих вот пород, вернее, элементов питания, которые находятся в недоступной форме для растений. Расщепляются. Да, они расщепляются, переходят в доступную форму. Что происходит потом? Каждый год при выносе урожая из почвы мы выносим огромное количество элементов питания. Просто огромное количество элементов питания. Потому что растения эти берут. Конечно, ну, из ничего ничего не бывает, мы это понимаем. Истыщается почва. Правильно. Зола – это хорошо. В золе есть микроэлементы и кальций. Кальций раскисляет почву, то есть он делает ее более... Рыхлой, наверное. Ну, и не только рыхлой. Он еще и по паше делает выше. Кислотность выше. Соответственно, элементы питания переходят из недоступной формы в доступную форму. И растениям более комфортно. Но не забываем, что без органических удобрений на даче никак не обойтись. Органика нужна всегда. Шкарлупа, например, это кальций. Кальция, внесение огромного количества кальция может привести к парше. Вот как раз-таки на этом клубне... Вот я хотела спросить, на росты какие-то. Это и есть парша обыкновенная. Но она для того, что мы едим, мешает нам? Она снижает... Нет, она не вредит на человека, абсолютно не влияет. Она вредит... Первое – товарность клубня. То есть, когда мы чищаем, мы вынуждены счищать больше. Второе... Она глубоко, да? Ну, некоторые виды парши глубоко. Второе – когда, например, парша обыкновенная покрывает клубень, это ворота для инфекций. В период зимнего хранения особенно. То есть, опять же, не стопал, что картошка сгниет. Да. Туда проникает... Вот, например, даже если мы возьмем... Вот парша – это полбеды. Вот, например, если мы возьмем обычный клубень. Вроде красивый, все хорошо. Но вот есть такие удары. Это когда в период копки мы задели кончиком лопаты или вилами, или же бросили просто в ящик или в ведро и побили. Хорошо. В период зимнего хранения у вас этот клубень превратится вот в это. Да, это неприятная ситуация, когда зимой чистишь картошку. Это называется сухие гнили, в частности, вот это фамус. Сейчас не разделяет очень много видов сухих гнили, но именно грибные инфекции как раз распределяют на несколько вещей. И это относится к сухим гнилям. Такой картофель вы уже есть не будете. То есть, даже если отрезать, это уже опасно, в принципе? Ну, смотрите, внутри, внутри вы видите всего лишь плодоножки. То есть, это гриб, грибные инфекции. Внутри уже мицели есть. Это как есть продукт питания с плесенью. Мы видим то, что процесс жизнедеятельности гриба на поверхности, это склероции. А внутри уже мицели, который находится, вы его кушаете, ну, естественно, получаете легкое отравление. Потому что мицели выделяет меланин. Так что, друзья, в общем-то, лишний раз лучше картошку выкинуть, если такое обнаружите, чтобы не подвергать здоровью опасности, здоровью своих близких. Давайте перенесемся, сейчас немножко отвлечемся о приятном моменте. В ближайшие выходные у нас, точнее, 17 сентября в субботу на Стефановской площади Сыктывкар состоится конкурс ярмарка «Урожай-2016». По-моему, уже в 19 раз, насколько я помню. Организатор ярмарки Министерства сельского хозяйства и продовольства Республики Коми. И вот сейчас у нас на связи есть Наталья Павловна. Колбасюк, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольства Республики Коми. От нее узнаем подробности проведения этого ярмарки. И, собственно, о том, какая ситуация у нас на текущий момент вообще по урожаю в Республике, в основных культур. Наталья Павловна, добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как идет подготовка к конкурсу ярмарки? Конкурс ярмарка состоит 17 сентября. Традиционно будет проходить на Тефановской площади города Сыктывкара. 19 раз, уже 19 год подряд мы собираемся на данной площади и приглашаем всех горожан и гостей города, чтобы посетили нашу ярмарку. Ярмарка состоится, значит, примут участие в основном наши товаропроизводители, которые привезут свою сельскохозяйственную продукцию. Это овощи, это картофель, корнеплоды, молочная, мясная продукция, то есть грибы, ягоды, то есть весь ассортимент, который сегодня производится в Республике. А сколько производителей будет участвовать? По аналогии прошлых лет у нас принимают участие порядка 100 участников. Вот на сегодняшний день уже подали более 70 заявок, но заявки принимаются еще до конца недели, поэтому я думаю, что не меньше 100 производителей будет, как и в прошлом году. Наталья Павловна, а что вот такие ярмарки, конкурсы, на ваш взгляд, что они дают для производителей и для потребителей? Ну, для производителей это же, конечно, возможность показать лицом свою продукцию. Мы ежегодно проводим конкурс, то есть у нас определены в этом году новые 4 номинации, которые звучат следующим образом. Номинация номер 1. Республики Коми 95, да, понимаем, в связи с 95-летием республики. Номинация номер 2. Потенциал Коми-края. Номинация номер 3. За лучшую экспозицию. И номер 4. За стабильные высокие показатели. Какие критерии оценки? Значит, мы будем оценивать производственные показатели, ну, например, там, производство молока, урожайность, удой на одну корову. Ну, то есть те целевые контроли и индикаторы, которые сегодня наши предприятия должны выполнять. Будет учитываться применение символики республики на упаковке, на таре продукции. Далее будем оценивать наличие в экспозиции, которые будут представлены, информацию о наградах, которые они получают, участвуя в других конкурсах или ярмарках. Творческий подход, идеи при оформлении экспозиции, внешний вид продукции, оформление, выкладка товаров. В общем, критериев много, да, я так понимаю? Да, критериев очень много, поэтому комиссия будет оценивать уже на месте. Ну, а те, которые экономические показатели, это мы заранее подведем итоги, посмотрим, кто у нас больше всех молока надоел, у кого больше всех урожайность и так далее. Это хорошо, что у нас такое событие ежегодно происходит. Надеюсь, что следующая юбилейная будет еще какая-то с каким-то интересом, с какой-то большой интересной изюминкой. В этом году еще одна изюминка у нас будет. Это будет так называемый сельский уголок, куда мы всех приглашаем. В этом сельском уголке у нас будут животные, то есть птицы, там козы, значит, ну, наверное, там теленочек или телка будет, олени, значит, сельский ресторан. Ну, то есть, могут, чум будет стоять, где могут посмотреть и зайти в этот чум, посмотреть историю, значит, нашей национальной и жемской культуры и так далее. То есть, немножко необычный. Этот сельский уголок у нас будет отдельно, и мы очень надеемся, что он будет востребован, особенно для детей, наверное, это будет интересно. Я уверен, да, что с животными им больше всего захочется пообщаться, конечно. Да, да. Наталья Павловна, скажите, пожалуйста, теперь вот какие-то текущие цифры по урожайности в нашем регионе сейчас, по основным там корнеплодам, по культурам другим? Убрано на сегодняшний день где-то порядка 50% картофеля, и по капусте, по овощам пока процент небольшой, потому что капусту мы попозже убираем, да, в последние декады, сентября, октября обычно. Но виды на урожай, мы думаем, что не ниже уровня прошлого года, порядка 130-150 центнеров гектара. На протяжении двух-трех лет у нас такая урожайность складывалась, и в этом году мы не хуже ожидаем урожайность. Ну дай бог, чтобы выкопали все, что выросло. Спасибо вам большое. Да, пожалуйста. Желаю, чтобы ярмарка прошла удачно, и сельхозпроизводители оправдали все ожидания ваши и нас, как потребителей. Спасибо большое. До свидания. Напомню, что с нами на связи была Наталья Колбасюк, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольства Республики Коми. Мы говорили, напоминаю о том, что 17 сентября на Стефанской площади в 10 часов начнется ярмарка, конкурс ярмарка урожай-2016, приходите туда с детьми, с семьями. Я думаю, всем будет чем заняться и посмотреть, и что-то приобрести для себя. Но мы продолжаем нашу беседу об урожае. Вот остановились мы на картошке. И получается, что можно сейчас перейти к вопросу хранения картофеля, Александр, как правильно это сделать? Потому что каждый год, конечно, у всех свои технологии, в большинстве, наверное, одинаково все-таки. Высушить ее, промыть ящики или... Это даже не технология, это просто норма. Что касается технологий, вот именно хранения, я бы хотел остановиться не на продовольствии картофеля, потому что все равно есть... Если будет гнить, он будет гнить. А технологии производства уже поздно говорить, в том числе и об уборке. Уборка картофеля, которая происходит сейчас и после 5 сентября, откровенно говоря, бессмысленна. Потому что он будет гнить очень сильно. Далее, что касается именно хранения картофеля. Как подготовить правильно картофель к хранению? Естественно, его нужно просушить хорошо. Желательно заложить небольшим слоем в бурты, либо в мешки, либо в сетки, у кого на что, какие объемы. Что касается... Хотелось бы подробнее остановиться на семеноводстве, то есть семенном картофеле. Да, потому что многие же отбирают себе, да? Да. Самые красивенькие. Вы, Надежда, Руслана, так же, наверное, делаете, да? Да, да, да. Средненькие отбираем и отдельно храним. Давайте послушаем, как надо сделать, да? Это, конечно, в корне неправильно. Особенно, когда с куста отбирают. Вот куст выкопали, там 18-20 клубней, все одинаковые, все хорошо. Конечно же, мы оставим на храни. На следующий год урожай будет как минимум в два раза меньше. Почему? Потому что есть определенные сорта и определенные сортовые характеристики, о которых мы напрочь забываем. Нельзя об этом делать. Первое. Есть сорта, у которых мало клубневостей. То есть 6, 8, 12 клубней на кусту. Нужно отбирать там, где 6, 8. Если много клубневых сорта, например, вот тот же самый сорт Аврора, который, если мне не... Я могу, конечно, ошибиться с сортом Берлихинген, но вот этот сорт, по-моему, Аврора. И как раз-таки у нее бывает 24-35 клубней под кустом. Да. Но мы отбираем не более 12. И там, где 12, мы отбираем. В нем заложилось максимальное количество элементов питания, максимальное количество глазков, которые даст хороший, позитивный урожай. Все остальное, это урожайность, снижение идет на урожайность. То есть если на кусте много клубней, мы отбираем с тех кустов того же сорта, где клубни поменьше получается, да? Все равно человек, все-таки дачный участок, это не производственная вещь. На дачном участке более уход за кустом лучше. Но именно конкретный отбор семенного материала, он позволяет его оздоровить и улучшить его сортовые качества. Далее, не забываем то, что перед закладкой на хранение его хорошо нужно промыть, не в марганцовке, потому что марганцовка, что-то случилось в последнее время, и марганцовка выжигает глазки. Может быть, неправильный раствор подбирают, может быть, производитель неправильно указывает процентное соотношение на упаковке. Что касается прозеленения картофеля, так скажем, осенней яровизации его. Лучше, чтобы картофель полежал какое-то время на непрямых солнечных лучах, либо дома на подоконнике на свету, но желательно не в тепле и не в жаре. В этом случае картофель покроется зеленью. Даже где-то у нас есть пример для подражания. Вот такой вот зеленью он покроется. Такой картофель выделяет солонин. Его кушать нельзя, и солонин борется с большинством инфекций, находящихся в кухне. То есть как раз на период хранения то, что нужно. Да, и именно семенной картофель в этом случае сохранится лучше, чем продовольственный. Ну, и сохранить свои сортовые качества. В том числе вы сделаете уже заделанную перспективу. Картофель с солонином быстрее прорастает, быстрее дает хорошие сходы и корневую систему. Естественно, первоначально. Так что берем на вооружение эти советы, друзья. Есть у нас телефонный звонок, мне подсказывают. Добрый день. Алло. Алло. Здравствуйте. Как зовут вас? Александр. Александр, откуда дозвонились? Из села Вильгарт. Из Вильгарта, хорошо. Как у вас дела с урожаем? Ну, в нынешнем году похуже, чем в прошлом году. Я что хочу сказать о способах хранения. У нас в оборуде несколько сортов картофеля. Мы покупаем наручений у Твиндафилова. И потом, конечно, размножаем, выбираем лучший. И осенью, каждый раз я лично мою каждую картошеньку, сушу. Вот там закладываем на хранение. И прекрасно хранится. А морковку тоже берем. Закладываем на есть бак большой. И его. Ну, где-то на метр углубляю в огороде яму. Закладываю туда. Ну, землю закрываю, чтобы... Еще покрываю, ну, чуточку, чтобы мыши не пролезли. И весной выкапываю, ну, как свежие. Отлично. Вот так. Многие так делают. Спасибо. Я думаю, то, что картошку надо мыть и хранить, если у тебя бедер, ну, 90, знаете, как зимой удобно применять. Вот и весь каз. Спасибо. Спасибо большое. Вот, поделились своим опытом. Есть ли, я так понимаю, что есть положительная практика у человека? Ну, что касается продовольственного картофеля, по поводу мытья его. Если, конечно же, яма и там свет не такой, как, допустим, здесь, или темнее, гораздо намного темнее, в яме должно быть темно, мытый картофель прозелениться. Это солонин. Первое. Второе. Есть такое понимание, как естественный защитный слой у картофеля. То есть, когда картофель, он не мытый, а наоборот, находится в неком слое почвы, особенно в солонинке. Это хорошо, да? Это очень хорошо. То есть, это естественная биологическая защита, которая покрывает клубень картофеля и препятствует проникновению в него инфекций. Мы много опытов проводили, в том числе и в вышеуказанном учреждении. Вот. И по картофелю мытый картофель хранили, и немытый картофель хранили, и специально счищали механическими повреждениями суглинок, который был на клубнях. Практика показывает, что лучше картофель все-таки хранить в собственной оболочке. Есть такое понимание даже, как глиняная болтушка. И вот как раз раньше морковку хранили, морковь в том числе, картофель, свеклу, другие овощи хранили именно в глиняной болтушке. То есть разводили глину, в нее макали корнеплоды, и выкладывали, они подсыхали, и складывали ровным слоем. То есть не происходит... Это ничего лучше естественного все-таки, да? Да, даже меньше происходит... Это просто очень, да? Это, во-первых, просто, экономический эффект целесообразный. И одновременно еще происходит сильный обмен между поверхностью корнеплода и атмосферным воздухом. То есть не происходит окружение его водой, капельной водой, то есть он не гниет. Вот потом дальше не происходит обмен с кислородным, то есть не происходит кислительно-восстановительной реакции, соответственно, он меньше гниет. Ну и одновременно защита его от бактериозов. Так что, может быть, вспомнить и про этот способ тоже стоит. Есть у нас еще один звоночек, до рекламы, наверное, успеем принять. Добрый день. Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Людмила. Людмила, вы откуда дозвонились? Я хочу узнать, такой вопрос у меня. Когда последняя сборка урожая капусты у нас в коме? Ясно, спасибо. Я так понимаю, крайний срок убора капусты. Смотря какая капуста. Если цветная пора было давно уже убрать, раннеспелую съели еще в июле, среднеспелый срок собираем сейчас, познеспелую убираем. Можно даже из-под снега его вытаскивать, и она прекрасно будет храниться. Очень много сортов, которые познеспелые, ну, представьте, там вот такие кочаны. То есть практика говорит о том, что познеспелые сорта они убираются достаточно поздно. Единственный минус во всем этом деле – это крылатые помощники, которые дыряют кочаны. Вот еще. Да, да, да. А у меня вопрос. Вот у меня, например, растет кальравая капуста, да? Ее надо вот такой вот вид какой-то, необыкновенный, двухэтажный, да? Это вот неправильно кальраве? Снеговерчок такой практически. Вот остальные вот у меня, конечно, двухэтажные несколько штук, а остальные все правильная форма. Это значит, что ей не хватало что-то или наоборот переборщили? Нет. Есть так называемый при селекционном процессе, когда происходит, это скрещивание, то есть гибридизация. Надо еще понимание, сорт это или же это гибрид. Если гибрид, то у гибрида какой-то процент имеет право привести к расщеплению, то есть изменение формы, вкусовое качество, цвета. Это F1, который, да? Да, F1. F1, F2 и так далее. Если это сортовой сорт, то есть непосредственно, то, возможно, чего-то не хватило. Элементы питания, например, микроэлементов у нас зачастую на севере не хватает микроэлементов или фосфора не хватает, поскольку у нас северные холодные почвы, они здесь практически не работают. Их нужно вносить более в большом количестве. Либо же ингибирование было, то есть рядом росли два кочана, один был больше, другой был меньше, и он давил его светом. Вот, например, по культурам, почему рекомендуется сажать? Если вы сажаете по сортам, то сажайте их отдельно. Один сорт выше, другой ниже. Они друг друга затеняют, либо же наоборот, у друг друга элементы питания забирают. Влагу кто-то забирает. Естественно, один может быть не такой формы, как надо. В общем, элемент научного подхода, наверное, всё-таки необходим. Не только опытным путём, но применяя какие-то научно-действительные понимания того, что как сажать, тогда с урожаем будет больше вероятно, что с урожаем будет всё в порядке. Сейчас сделаем короткий перерыв на рекламу, далее новости и продолжение беседы. Если у вас есть какие-то интересные моменты по поводу вашего урожая этого года, можете позвонить нам в студию, поделиться сразу после новостей. Оставайтесь на Юргане. Набор вакуумных крышек 669 рублей. Хозмир. Всё, что дома пригодится. Вздутие вен, боль, тяжесть в ногах, отёки. Это признаки варикоза. Медлить нельзя. Алмак-01. Чтобы ноги были здоровыми. Алмак-01. К здоровью лёгкий шаг. Весь сентябрь на Алмак-01 держим летние цены. В аптеках будь здоров и наша аптека. Валютный рынок всегда в движении. Каждая секунда – это возможность заработать на курсах валют. Научись искусству трейтинга у профессионалов. Аль-Пари. Планируйте покупку квартиры в Петербурге? 100 лучших домов с северной столицы. Квартиры у метро в сданных домах. А также новое предложение. Квартира с отделкой за 1 миллион 300 тысяч рублей. И кухня в подарок. Звоните по телефону в Сыктывкаре 30 27 28. Услышав звуки сирены, внимание всем необходимо подойти к уличному громкоговорителю, включить телевизор, радио, прослушать сообщения с информацией о случившемся и правилах поведения. Преданная друзьями. Завтра можешь на работу не выходить. И брошенная любимым. У меня такой семейной жизни я мечтал. Кажется, что чёрная полоса закончилась. Так оказывается, вы не просто красивая и умная. Что вы же редкость? Вы... Вы ещё и честные. Но настоящее испытание ещё впереди. Да вы что? Вы с ума сошли? Так вот, значит, твоя благодарность. Я тебя от смерти спас. Это ты так со мной разговариваешь? Володенька! Где вы были вчера вечером? Между 9 и 10 часами. Подавись! Замираю! Уходи! Комната с видом на огни. Драма на Юргане. Прямой эфир на Юргане продолжается. И подошла пора узнать, какие новости произошли, точнее, имеются к этому часу из жизни республики. Служба информации Юргана уже готова поделиться. И сделает это от её лица моя коллега Александра Головина. Саша, добрый день. Тебе слово. Добрый день, Северин. Спасибо. О самых заметных новостях расскажу прямо сейчас. В Иркуте водитель сбил двух подростков и скрылся. С места преступления накануне около восьми вечера мальчики переходили дорогу по пешеходному переходу, где на них и совершила наезд легковушка. После задержания инспекторы зафиксировали у мужчины состояние опьянения. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. В Карткировском районе построят молочно-товарную ферму на 780 голов. Ферму планируют возвести в деревне Вашкурье. Её строительство намечено на 2017-19 годы. Ожидается, что проект повысит объёмы и эффективность производства и создаст шесть новых рабочих мест. Главная сельскохозяйственная ярмарка года состоится уже в эту субботу на Стефановской площади Сыктывкара. На участие подано уже больше 70 заявок. Это предприятия пищевой промышленности, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. Открой рот. Российский чемпионат по чтению с таким названием пройдёт в Сыктывкаре. Правила простые. Участники отчитают заранее выбранные организаторами отрывки из книг, которые они видят впервые. Главное сделать это грамотно и артистично. Эти и другие новости смотрите в 16.30. Ну а прямо сейчас продолжение программы «Рабочий полдень». Северин, придаю тебе слово. Саша, спасибо большое. Мы продолжаем, друзья, говорим сегодня об урожае, которое есть у нас на дачных участках. У кого-то хорошего, у кого-то менее хорошего. Но тем не менее всё-таки что-то выросло ведь. Поэтому если у вас есть чем поделиться, друзья, обязательно позвоните. Я вот смотрю, что Надежда Ярославовна принесла с собой подборку интересных журналов 65-го года. 65-й, 66-й. Это я ещё жила в семье у родителей. Мне отец выписывал, я старшеклассник была. Интересовалась очень много цветами, да. Мать у нас ездила на курорт и всегда семена привозила из Сочи ещё откуда-то, да. А мы с отцом это весной сажали. Потом, значит, в июне месяце высаживали. И вот, значит, он решил мне подписку сделать. Садоводство. Вы до сих пор на них ориентируетесь? И до сих пор что-то я читаю, что-то не соглашаюсь. Саша, я знаю, что у тебя тоже близки, так скажем, по духу эти журналы. Да. Но они имеют качественное именно описание. Мы понимаем, что сегодняшняя литература, она не соответствует действительности вообще. То есть рекомендации дачников-садоводов где-нибудь с Киева или ещё откуда-нибудь, они для Республики Коми отношения абсолютно никакого не имеют. А здесь как раз-таки в этих журналах больше использовались советы научные. Мы понимаем, что советская наука была достаточно сильная в советские времена. И проводились опыты как раз-таки Москва, Питер. Да в каждом регионе были опытные станции своего рода. И в них проводились опыты, притом не только по цветам, но и по другим культурам абсолютно. И вот эти вот журналы как раз-таки 60-х, 70-х, даже 80-х годов, они очень актуальны. Но, к сожалению, сегодня их достаточно мало. Найти можно только в библиотеках. А ещё очень много изменилось удобрений, допустим. Там рекомендуется одни удобрения, сегодня уже, к сожалению, их не купить. Немного шагнула вперёд производственная часть. И в производственной части сегодня просто делают комплексные удобрения. А так они ничем не хуже. Ну и есть такие вещи, например, раньше мы не знали, что такое хелаты. Сегодня хелатные удобрения – это самое лучшее удобрение считается. Раньше их использовали только в тепличных комплексах, сегодня вы можете их использовать на дачных участках. Но не будем забывать, что, опять же, ни один элемент питания не может замениться другим элементом питания. Всё должно быть в меру. Так что, да, подходите очень основательно к тому, чем вы подкармываете свои будущие растения, которые дадут вам хороший урожай. Есть у нас телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Меня зовут Галя, Эльцинский район, поселок Усадор. Хочу узнать, как и в какое время надо сажать хрен. Спасибо. Интересный вопрос. Как и в какое время. Надежда Ирславовна, я думаю, что вы, наверное, можете просветить. У вас есть такая культура? Хрен никогда. У нас растёт хрен с самого начала, как мы приобрели. Сам по себе. Да, приобрели этот участок, мы его выкапываем, делаем хреновщину. Вот я хотела сегодня принести, но не принесла. Это такая остренькая закусочка. Очень вкусно, очень острая. Вы говорите, в обеденное время просто сразу. Да, 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 да. И очень вкусно получается, да. Мы его выкапываем, сейчас уже начинаем выкапывать, но всё равно мелкие кусочки остаются, и она сама по себе, сам по себе этот хрен растёт. Даже не надо ухаживать, такое растение, приспособленное к разным условиям жизни. Может, просто надо воткнуть его? Маленький кусочек даже останется? Песной воткнуть в землю и всё? Да сейчас воткнуть. Сейчас, 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 сейчас. Тут есть, да, я солидарен по этому поводу, что хрен в районе Сыктывкар растёт просто так, а чуть южнее, так вообще как сорняк от него избавляются. Но на северах это всё-таки культура. И на северах надо его сажать в определённые сроки. Что касается осенних посадок, вообще есть определённые закономерности весенней посадки, осенней посадки. Весной мы, к сожалению, не успеваем всё посадить. У нас есть овощная группа, которую лучше сажать весной. Есть плодовая группа, то есть там кустарники, деревья, это лучше сажать осенью. Даже плодовка приживается осенью гораздо лучше, чем весной. Что касается хрена, я, к сожалению, мало с этой культурой общаюсь, поскольку у каждого человека есть своя культура, которая к нему благоволит, а которая нет. Но я думаю, что лучше можно его посадить осенью, ничего страшного в этом не произойдёт. Но будет печальный опыт методом, проб и ошибок, тоже хороший вариант. Друзья, сейчас я предлагаю сделать небольшое такое лирическое отступление, а дальше мы узнаем о интересной помощнице нашей гости, Надежде Рославовна, которая помогает ей на даче. А сейчас давайте посмотрим музыкальную зарисовку на тему «Урожая-2016». «Урожая-2016» Видите, у кого-то интересует урожай хрена, у кого-то бананы вот прут вовсю, как вы видите сейчас в клипе нашем музыкальном. В общем-то, мы рады, если у вас с урожаем всё и всегда хорошо. И вот давайте про обещанную, рассказ про обещанную помощницу. Скажите, пожалуйста, Надежда Рославовна, вот я вижу даже фотографии у вас есть. Да, я сделала фотоальбом. Покажите зрителям, разведите. Каждый год у нас такая есть кошка с разными глазами. Она, я вычитала где-то, что она вообще турецкий ван называется, да, порода такая. А она сама приходит к вам или? Она нет, она наша, домашняя. Но я почитала, очень заинтересовалась, почему у неё разные глаза. Оказывается, они в Турции на озере ван живут, и они, значит, имеют такую вот способность не бояться воды. И вообще никого не бояться. И она очень сильно нам помогает. Каким образом на дачу она помогает? Много, значит, она всяких разных мышей. А как сегодня сказали, что у нас в этом сезоне очень много мышей. Намечается, значит, зима какая-то такая суровая, да. И мыши готовятся к их зиме. А кошка ловит их, вот, значит, с длинными хвостами, с короткими хвостами. Вот тут бурундук. Она ловит кротов. Случайно под раздачу попал. Котов ловит крот. Вот здесь, например, крот. А это фигурки слона. Это у меня дочка занимается дизайном участка. У нас очень разные из бутылок всяких разных. Очень интересные. В этом плане садоводолюбители даже некоторые. Да, вот смотрите, какой крот. И вот, значит, она притащила. Она все вот эти живности тащит к нам. Даже иногда в дом заносит, чтобы мы любовались. Это ясно. Вот, да-да-да. И вот она работает, не покладая рук. Вот, значит, здесь бурундук. Я тут написала, что такое бурундук. В том году 4 штуки она поймала. И вот я, значит, сохранила у бурундука даже хвостик. Да вот что. Вот смотрите. Это хвостик у бурундука. Вот такой вот хвостик. Трофей. Давайте сейчас, кстати, перейдем. Вот у нас буквально немножко осталось времени. Саша, если можно, вот по поводу грызунов, да, предстоящей зимой. Какой вред они могут нанести? Я так понимаю, что есть опасность, да? В этом году, да, обещают достаточно большое количество мышей, грызунов, зайцев, в том числе на дачных участках. Поэтому, ну, например, мы рекомендуем побелить стволы яблонь, плодовых деревьев, кустарников, смешать побелку садовую, специализированную. Продается с дегтем. В данном случае деготь, он как раз-таки помогает отпугивать. Ну, березу у нас ни один заяц, ни одна мышь не грызет. Соответственно, здесь помогает именно при помощи запаха. Он не смывается водой с побелкой. И одновременно он будет отпугивать грызунов. Что касается в подвалах. Здесь приманки, ловушки, клеи, например, для того, чтобы избежать этого. Много есть рекомендаций, например, чтобы повесить багульник. Но я не рекомендую этого делать. Вот сегодня, например, есть даже такие устройства, которые в розетку втыкаются, которые издают ультразвук. И мыши-крысы уходят из помещений. Тоже можно использовать. В закрытых, по крайней мере, помещениях. Но багульник лучше не использовать. В этом году также рекомендуется протравить овощной фонд, весь который у вас заложен в погреб, в подвал, специальными шашками. Это не серная шашка. Это есть единственная специализированная шашка, которая разрешена в мире для использования на продуктах питания. Она единственная. Поэтому, если будете приходить в специализированные магазины, спрашивайте именно ее. А серными шашками, естественно, тоже яму лучше обработать. Это и убьет инфекцию, и одновременно уберет некие виды грызунов из ям. Ну, а в принципе, сезон этого года показал о том, что урожаи хорошие. Хранение будет достаточно проблематичное. Но если все полностью сделать правильно по технологиям, я думаю, что урожай спасен. Мы еще, кстати, не затронули одну культуру, которая декоративная. Надежда Ислановна, возьмите, пожалуйста, в руки. Это вот бешеный огурец, да, вы сказали? Бешеный огурец. Это очень красивое растение. Оно растет тоже очень неприхватливо. Растет весной. Если попала семечка в грунт, оно растет, с грунта выходит, вьется лиана. Может, вы против большевика его запустите? Нет, нет. Направить можно его куда хочешь, на стенку, на беседку. И она потом провисает, вот такие вот шишки образуются. Я сначала перед программой подумал, что вы принесли киви, я думаю. А тут, оказывается, вот что, бешеное. С такими, да, как будто бы иголки, но они мягкие иголки, да? Ну, они очень красиво так висят, а потом, значит, открываются. Вот, например, вот здесь вот. Открываются, и там, значит, перегородка, и в каждом, значит, отсеке по две штуки. Значит, четыре штуки. Оно вот так висит, когда открываются неожиданно, брызгается все, и оттуда летят вот эти все четыре штуки в разные места, участки. Как бы у вас дача не заросла еще? Нет, нет еще. Потому что мы все очень любят. В этом году, например, они там выскочили, тут выскочили. Смотрим, одни оголыши стоят, они, значит, сверху, они же пахнут огурцами, да? Они бешеные огурецы, пахнут огурцами. И мышь, видимо, любят, и вот такой стволик остается, а там ничего нету. Значит, точка роста уничтожена. То есть, кошка ваша, наверное, дежурила возле огурцов как раз, да? Кошка, да. Лишний раз не бегать, чтобы... И вот какие крупные потом получаются семена, черные семена, и можно их садить весной, рано весной. У вас уже, наверное, есть какая-то скульптура обвитая этим бешеным огурцами. Есть, есть беседка у нас, да? Беседка вся вот такая. В следующий раз фотографию беседки обязательно принесите. Друзья, я напомню, что мы сегодня говорили об урожае 2016 года. Не забывайте, что в эту субботу на Стефановской площади Сыктывкара состоится ярмарка с таким же названием. Там будет много интересного, в том числе и для юных посетителей, поэтому семьями приходите. Но я напомню, что в нашей студии своими советами и опытами делились Надежда Ярославна Андрощук, садовод-любитель со стажем, и Александр Попов, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства. И спасибо вам за профессиональные советы, за тем, что поделились своим опытом. Спасибо большое. Желаю вам на ваших участках, хозяйствах хорошие приросты. Спасибо вам большое. Друзья, всем тоже спасибо большое, кто был с нами, кто звонил и смотрел нас. Завтра ждем ровно в полдень на телеканале Юрген. Всего хорошего, до свидания.